Добрый день, дорогие друзья! Подписывайтесь на канал «Психолог советует». Я есть на YouTube, YouTube. Я есть в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Telegram. Постарайтесь подписаться на всех платформах по причине возможной блокировки как самих платформ, так и авторов канала. Я вижу по аналитике своего канала, что мой канал смотрит 98% люди без подписки. Еще раз прошу вас, подпишитесь. Для вас это бесплатно, не несет для вас никакие риски, ни к чему не обязывает. А вот из-за количества подписчиков канал смогут смотреть большее количество людей. Возможно, кому-то нужна моя помощь. И так человеку легче будет найти мой канал. И если вы подписались, то вам будут приходить уведомления о новых видео, вышедших на канале. Итак, тема сегодняшнего видео – «Горе. Как пережить?» Эта тема вновь и вновь всплывает в моих консультациях, в моих практиках, с моими клиентами. Я не могу обходить эту тему. Мне приходится каждый раз возвращаться к ней вновь и вновь с разными запросами. Приходят горюющие. Невозможно пройти через человеческую жизнь и ни разу ничего не потерять, и, следовательно, не столкнуться с работой горя. Горевать можно не только по умершим. Чаще всего о работе горя, говоря в контексте чьей-то смерти или потери, например, близкого человека, особенно если это случилось неожиданно, быстро, трагично. С потерей сталкивались или столкнутся практически все. Все люди. И потому что, как правило, силы чувств при потере близкого человека настолько огромны, что проигнорировать их просто невозможно. Но на самом деле горе вступает в свою силу гораздо чаще, чем принято думать. Горевание включается в ответ на любую значимую потерю, не только смерть. Это может быть потеря статуса, например, горевание по поводу уходящей юности, работы, статуса, должности, потеря здоровья, потеря значимых близких отношений, разрыв романтических отношений, в том числе все эти потери запускают примерно такой же механизм, как из-за чьей-то смерти. И это нормально. Поэтому не удивляйся, что ты горюешь, переживаешь из-за самых разных вещей и не обесценивай переживания своих близких. Порой человеческие чувства могут быть очень сложными, и в том числе, например, может быть густосмешанно радость и печаль. И это тоже естественно и нормально. Например, из-за желания переезда или перехода на новую работу ты можешь быть счастливым, но одновременно испытывать тоску по тому прекрасному, что было раньше на старом месте и что пришлось потерять спустя даже, ну, пусть даже по собственной воле и ради чего-то нового и хорошего, в надежде. Стадии горя не работают в реальности, так как пишут все знаменитые психологи книжки. Либо перемежаются этапами, затягиваются. Тебе наверняка доводилось о них слышать. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Это мы все знаем. У всех это на слуху. Так вот эти стадии изначально были разработаны в ходе наблюдений за психологическим процессом людей, которые были смертельно больны и готовились к смерти. На самом деле они были основой вот этих выводов специалистов. Это уже достаточно специфичная выборка. Люди горюют вообще-то по-разному. И ты можешь испытывать много разных чувств одновременно и лимитация между этими стадиями тысячу раз подряд. И когда спрашивают меня, либо говорят, сколько времени мне нужно для того, чтобы принять, для того, чтобы пережить, этот вопрос невозможно ответить. Знаете, вам нужно одну, две, пять, десять. Это нормально. Человеческие чувства вообще не могут быть вмещены в единую какую-то классификацию, в единую какую-то таблицу. Даже самую подробную и очень качественно разработанную. Просто учитывая это и не переживать. И если замечаешь, что постоянно откатывается на какой-то из стадий твоё состояние, это тоже нормально. Человек не может жить, как написано в книгах. Научному методу не может жить тоже. И ещё и в этом попрекать себя, либо стыдить, или стесняться своих чувств, либо делать какие-то замечания специалисту, который как будто бы с вами плохо работает, например. Я очень много слышу примеров, когда приходят у других психологов, достаточно маститых, именитых и отлично работающих специалистов, и начинают говорить, что, знаете, специалист мне не помог, потому что моё горе никуда не ушло. Так невозможно. Специалист с 30-летним, 40-летним опытом не сможет дать вам никаких чётких границ, когда у вас это пройдёт. Горе и вина. Очень часто горе бывает отягощено виной. Недостаточно заботилась, не смогла уберечь. В последний раз, когда видела с этим человеком, вы поссорились, а помириться уже не успели. Очень часто вот такие вот запросы, выражения. Бывают очень разные ситуации. Я 25 лет веду приёмы и вижу, какие ситуации бывают, и ни с одним клиентом невозможно прогнозировать, когда закончится этот процесс. Так вот, сейчас будет немного неожиданно и, возможно, болезненно. Вина – это попытка вернуть контроль. Когда ты чувствуешь вину, ты продолжаешь находиться в парадигме, где что-то можно было бы изменить. Если бы ты заботился об этом человеке достаточно, он бы не умер, например. Если бы ты была более внимательной, ничего бы не произошло. Это как не иронично, легче переносить, нежели мысль, что можно быть сколько угодно сильной, заботливой, положить все силы, и смерть всё равно придёт и заберёт у тебя дорогого человека. Вина – это попытка отыграть назад и проконтролировать ситуацию. Вполне нормальная попытка. Это защитный механизм психики, чтобы не сталкиваться с ужасом произошедшего. Горе и другие чувства. Горе часто бывает одекощено множеством других чувств. Ты горю и будешь чувствовать далеко не только одну лишь скорбь и печаль. В широком смысле можно разделить эти чувства на те, которые относятся к утраченному и те, которые относятся к новой жизни. Например, если с ушедшим человеком у вас были сложные отношения, они, к сожалению, никуда не денутся. Обиды не аннулируются только из-за факта его смерти. Это проверенный факт. И вполне нормально чувствовать, например, горечь и гнев одновременно, что твоя мать никогда тебя не любила достаточно, а теперь ушла. И будто бросила тебя одна, один на один с нелюбовью, невозможностью ее все-таки дополучить либо высказать обиду. И касательно новой жизни. Тут спектр чувств может быть очень-очень разным. От облегчений. Если, например, утраченное было не только дорого, но и отнимало много сил. Например, умер человек, давно неизлечимо болеющий и мучившийся от этой болезни. До страха перед новой жизнью без чего-то драгоценного, важного и потерянного сейчас. Цель работы горя – это адаптироваться к жизни без утраченного человека либо обстоятельства утраченного. Что это значит? Утраченное было опорой, было источником чего-то хорошего в твоей жизни. Теперь его нет. И приходится перегруппироваться, как-то жить, да, чтобы устоять на этих ногах, не упасть. Решать множество вопросов от бытовых до эмоциональных. Например, как жить в смысле, что смерть может прийти за мной или моими близкими вообще в любой момент. Ничего невозможно исправить ни за деньги, ни за большие деньги, и никак вообще. Это длительный, непростой процесс. Именно поэтому говорят, что важно прожить год без утраченного или умершего человека, чтобы посмотреть, как оно будет. Все четыре сезона без него, все праздники без. Что касается внутреннего нарратива, важно сделать потерю часть своей, какой-то внутренней истории. У меня было что-то, что я любила, я это потеряла. Это так-то и так-то на меня повлияло. Вы должны это себе часто повторять. Звучит просто, но те, кто проходил через горе, знают, что это очень трудно, потому что это часто такие большие чувства и изменения, что с трудом помещаются вот слова. В том, чтобы они в какой-то момент начали помещаться и заключается работа горя. Однозначно можно сказать, что не каждый человек имеет сильную мотивацию, энергетику, характер, чтобы самостоятельно пережить свое горе. И тут я призываю не стесняться и записаться на прием к психологу, чтобы специалист помог вам пройти этот сложный путь. Не просто пройти его вместе с вами, но и пройти оставшись здоровым человеком впоследствии. Ну, или не потерять последние силы на борьбу, в которой трудно выиграть, сохраняя себя в целости. Вы как по цепочке помогаете своим родным, которые важны важны вы. Ваши ценности и здоровье для кого-то тоже могут играть огромную роль и важность. Подумайте об этом, а также о себе в целом, даже если вы остались в полном одиночестве после потери. Записывайтесь на прием, приходите, сохраните свое здоровье, не подвергайтесь сомнениям и мнением, что никто вас не поймет, что стыдно приходить к психологу, а лучше я пойду к подружкам, стыдно показать свои чувства, да как я это все расскажу, я даже не знаю, как это все характеризовать, что я буду говорить, да как это все поможет. Не нужно стыдиться своих чувств и эмоций перед чужим человеком. На этом я закончу данную тему видео. Спасибо всем, кто ставит лайки. Желаю вам физического и психологического здоровья. Увидимся.